Норвегия, США, Канада, Англия, Франция, Япония и другие страны готовы покупать продукцию ненецких мастеров. Бубны, амулеты из кости и фигурки животных уже успел оценить зарубежный покупатель. Расширить границы предпринимательской деятельности стало возможным благодаря Центру поддержки и экспорта. Его сотрудники помогли окружным бизнесменам выйти на рынок международной онлайн-торговли. О местных мастерах и первых заказах для иностранцев расскажет Любовь Пермякова. В мастерской Сырлы, что в переводе с ненецкого означает «белая кость», работа идёт полным ходом. В руках мастеров прямо на глазах рождается очередной шедевр. Многие идеи у меня сначала зарождаются, как говорится, я леплю их из пластилина. Потом это всё переношу под кость. Это оригинал с пластилина. Это пластилин. А вот кость, тут получается лосиный рог, подставка тоже из лосиного рога. Дмитрий Безумов – владелец мастерской по образованию юрист. Данным ремеслом начал заниматься с 2015 года в клубе при этнокультурном центре. В прошлом году мужчина выиграл окружной грант на создание бизнеса по направлению «Сувенирная продукция». Открыл ИП, снял помещение в морском порту и на выигранные деньги закупил необходимое оборудование. Ну, оборудование закупил. Это вот бормашинки, столы, стулья, станки, то есть сверлиный станок, полировальный станок, пила ленточная, шлифовальный станок. Не так давно Дмитрий выставил свою продукцию на плей-маркете мирового уровня ЕЦИКОМ, помог Центр поддержки экспорта. И работы с ненецким колоритом сразу нашли отклик в душе зарубежных покупателей. Магазин только запустили, у него еще на стадии тестирования у меня было две продажи. Одна продажа – это в штат Колорадо, это в США, у меня ушел кулончик в виде кошечки из бивня мамыта. Второе изделие – это браслет с медведем. Он ушел у меня в Британию. Сейчас в мастерской трудятся четыре мастера – это резчики и художники. Кроме резьбы по кости, работают с деревом, изготавливают изделия из кожи оленя. Это уникальные браслеты и подвески, фигурки ненцев и разных животных, брелки, статуэтки и многое другое. Здесь есть даже уникальный продукт, который не встретишь в другом регионе – это бубен-часы. Это работа нашего мастера Дмитрия. И вот такая идея у него родилась в голове, ни у кого этого не было. Я точно знаю, что в Наринмаре, в округе, никто никогда не задумывался, чтобы сделать из настоящего бубны. То есть это натуральная кожа, то дерево, из которого делают бубны. Ставить сюда механизм часовой, ну и вот таким образом представить свою работу. Кстати, бубен-часы, который с гордостью демонстрирует нам еще один мастер, Эдуард Кабдульгаров, получил высокую оценку на всероссийском уровне. Успех, как смеясь говорит мужчина, зависит от степени влюбленности в свое дело. Любое занятие, любое влечение в первую очередь должно нравиться. А потом уже люди должны оценивать, по крайней мере, ну те поделки, которые я делаю, люди берут, трогают руками и, не знаю, поздравляют, хвалят, говорят, что нравится. Мастерская стала местом притяжения молодежи. Вот и сегодня две старшеклассницы Мария Рябчинская и Оксана Ануфриева пришли пополнить ряды влюбленных в ремесло. Девушки на отлично окончили художественное отделение школы искусств. Полученные навыки решили применить в деле. Пришли сюда посмотреть на работы здешних мастеров. Ну, вроде бы очень красиво. А сами хотите потом тоже приходить, да, на обработку? Мы хотим помочь. Здесь есть бубны, на которых здешние мастера хотят иметь картины некоторые и предложили нам помочь и разрисовать их. Работа из кости очень интересная и также бубны формы необычны. Ну, предполагается, что кость, она же должна быть шершавой какой-то, а здесь все так отполировано. Все такое ровненькое, блестящее. Заграничные покупатели тоже оценили качество продукции. Мастера в данный момент выполняют новые заказы для иностранцев. Если вы хотите, чтобы и ваши изделия увидели во всем мире, Центр поддержки экспорта, который расположен по улице Ненецкая, 3, готов вам помочь. Там ждут предприниматели-экспортеров, готовых реализовать товары на зарубежных рынках.